Ребята, всем привет! Сегодня я хочу извиниться, что у меня вот такой вот фон. Я сижу на кухне и буду снимать вам сравнение балерин. Давайте начнём с... У меня их две. Я вам сейчас их покажу. Вот две мои балеринки. Вот первая вот такая обычная, самая старая. И вот новая балерина, которую я купила вчера. Вот она. Мне она очень нравится, потому что она очень проработана. Понятно, что это коллекционная кукла, значит она должна быть проработана. Да? Дальше от неё очень красивый мейкап. Очень такой нейтральный и мне он прям очень нравится. Мне больше нравится мейкап нейтральный, чем какие-нибудь раскрашенные прям. Да, щёки красные, тут всё намазано, тут всё обмазано. Ненавижу такой мейкап у кукол. У меня никогда не нравились старые барби-фошеннисты. Сейчас их стали делать очень нейтральными и красивыми и со стилем. А тогда накидывали, то есть просто накидывали, брали одежду любую, не смотрели, как она идёт кукле, не идёт кукле. Ну просто надевали и на продажу, пожалуйста. А сейчас у фошеннистов барби стали очень-очень прикольные. И я думаю обзавестись малюткой новой, которая пойдёт в платье с мороженым и пухляшкой-брюнеткой. Прям очень хочу. И хочу ещё большую барби высокого роста в цветочном платье. В общем, это всё, что я хочу из барби-фошеннистов. Потому что они реально будут прикольные куклы, красивые, наряды будут по слухам хорошие. В общем, здоровские куклы я там. И напишите в комментариях, кому тоже не нравятся куклы с чёлкой барби. Мне не нравятся вообще. То есть чёлка у них золочина, как шлем. Но это можно расчесать, потом исправить. Но мне именно сама чёлка не нравится. Ну, и вот про эту рассказывать-то нечего. Это самая обычная кукла, намалёванная, ярко-красными губами, ярко-розовыми цвета фуксии. И мейкап очень выделяется. Мне она не нравится, но я её купила ещё, когда мне было лет пять. В общем, мне было всё равно. Главное, что это была балерина, но всё равно я её очень люблю. Только потому, что она балерина. Это была первая балерина. Давайте начнём с обуви. У этой балерины, самый простой, она молдирована. И никакие другие туфли ей не взять. Так что эта кукла вырывается назад. Потому, что эти пуанты даже невозможно снять. Если тут они хотя бы молдированы, то, ну, хотя бы, хотя бы. То есть, ты понимаешь, что они не туда вислят, ну ладно уже. Но здесь это просто... Их ты даже потеребить не можешь, даже показать не можешь. И рассмотреть толком тоже не можешь. Интересно, что у нас там упало. Ладно. Вот. То есть это очень-очень большой минус в этой кукле. Мне кажется, это один минус. Потому, что всё остальное мне в ней очень-очень нравится. Ну, дальше колготки. Колготки у этой тоже молдированные. А у этой не молдированные. Но в этом и минус тоже. То, что они очень сильно запачкиваются. Ну. Так что, если её украсть, то её либо на подставку, либо на салфетку. Вот. А у меня пока пишет. Вот. Колготки молдированные. Здесь намолдирован рисунок. Выбит. 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 Ну, хоть на этом спасибо. У этой куклы нет никакого вообще молдирования. Полностью всё настоящее. И всё. Ну, можно проверить, что всё настоящее. Вот. Дальше идут купальники. Я сейчас сниму эту юбочку. Купальник тоже молдирован. Корсет, в принципе, очень, ну, мне нравится. А вот сзади это всё одного голубого цвета. Сплошной голубой цвет. Нет. Но хотя бы спасибо то, что намолдировали, так сказать, застёжку и низ. Вот. У этой же куклы всё настоящее, как я вам сказала. И купальник. Но это как... Это больше выглядит как платье. Это и есть платье. Вот. Оно тут сшито. Вот. Вот. И не удивляйтесь уже, почему тут трусы ещё одни сверху. Нет, это не трусы. Это для того, чтобы колготочки у нас не спадали. Потому что колготки могут спадать очень-очень часто из-за того, что вы с ней играете. А если это... Ну, ну, мне кажется, что эта кукла предназначена больше для коллекционеров. Вот. В принципе, давайте я попробую вам усилять для вас у этой куклы одежду. Потому что на то и не снимается. Это всё нарисовано и молдировано. Вот. Вот. Я сейчас поставлю на подставку. Колготочки я снять, конечно, уже не смогу. У этой куклы очень странный рельеф под грудью. Что это за рельеф? Очень странно. Ну, в общем-то, фигура вроде одинаковая. Да. Или она даже поменьше. Да. Она... Она уже. У нее виталия уже. Да. Ясно. Для чего довели парелину. Я... И когда я держу в руках, ну... Что-то странно. Это... Обычно обхват. Ну, вот. Полностью. А здесь... Что это? Что здесь случилось? Ну, вот. Сейчас мы сравним рост балерин. Так как они обе на пуантах, всё будет гораздо честнее. И это спадает с поставки. Мне это не нравится. Вот. Вот. Всё. Поставили. Вот. Сейчас я их сравню по головам. Прическа этой куклы мешает немножко. Вот. Сейчас сравню. Вот. 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 Так. Мне кажется то, что наша коллекционная кукла, она чуть-чуть выше. Да. Она чуть-чуть выше, но из-за прически кажется то, что она ниже. Ну, вот эта кукла, она выше, а вот эта ниже. Очень жалко то, что эта кукла не может нормально сесть на шпагат. В отличии от вот этой. Вот эта кукла очень хорошо садится на шпагат, и она может ещё и содержать эту подругу. Вот. Вот. Очень хорошо задерживает эту подругу. Шпагатик. Но шпагат вот такой вот они делать не умеют. Никто. Ну, вот. Максимум. Насколько кукла может сесть на вот такую шпагат. кукла падает ну в принципе так и должно быть потому что так и должно быть очень-очень обидно то, что они не садятся вот эта кукука у нас не садится максимум как она может сейчас я ей колготочки подправлю сейчас попробую может она вот так садит, не знаю нет, так она тоже не садит на шпагат но балерины должны уметь на шпагат садиться это не хорошо потому что они не могут вот это так не может садиться на шпагат но я догадываюсь, что это все-таки коллекционная кукла она должна стоять на полочке но все равно нам не все равно нет, она не садится на шпагат у нее все слезает максимум как эта куколка у нас может это вот так вот очень жалко но я думала, что, ну, руки у них у обоих в вот таком вот положении ну и в принципе это все мне нравится, конечно, больше вот эта кукла потому что она коллекционная моя первая коллекционная кукла и она прям очень-очень красивая не подвела не подвела у меня скоро придет кукла с расширенной артикуляцией это вандер вума вандер вумен тоже коллектор коллекционная блэк лейбл это, кстати, пинк лейбл ну, в общем я сравню как они могут садиться но не обещаю, что это будет прям супер видео но в принципе все конечно, у нас выиграла вот эта кукла потому что ну, это молдировая все полностью то есть, как бы тут куклы нет тут просто женщина одетая навсегда в одну одежду а вот здесь у нас все настоящее все хорошее все замечательно ну, в принципе, всем пока надеюсь, что вы будете покупать вот такие куклы в принципе, этот вариант тоже нормальный ну, для кого нет возможности накопить 3000 рублей на вот такую вот куколку ну, вот такая стоит не больше 1000 рублей я ее покупала давно-давно за 500 рублей но это было давно-давно-давно сейчас она больше 2000 не стоит точно ну, в общем обе куколки прикольные но это, конечно, лучше для меня очень большая честь держать представителя коллекционной барби розового лейбла но ничего, барбейка мы с тобой доберемся до платинового лейбла не, ну, до платинового мы, конечно, не доберемся но кто знает может, когда-нибудь выйдет кукла на 3000 рублей платинового лейбла я ее обязательно куплю ладно, всем пока пока я беру